Итак, мы в прямом эфире. 13 часов 36 минут. Время московское. В нашей студии Дарина Селенина-Черепаха, директор департамента социально-гуманитарной воспитательной работы моего любимого вуза, в котором я учился в вуз имени Даля. А также депутат молодежного парламента. Повод для нашей очередной встречи является участие представителей ЛНР во Всероссийском фестивале в Самаре. Называется это такое большое мероприятие «Российская студенческая весна». Я заглянул сразу перед эфиром к нашим коллегам на «Россия-Самара», большой телеканал ГТРК «Самара». И посмотрел и удивился. Целый стадион «Самара-Арена», «Сайдан» и «Самара-Арена». Тысячу человек. Церемония открытия, которая состоялась в Самаре. Это было вроде бы недавно для вас, да, и вроде бы вчера. И там были представители постсоветского пространства, включая две новые для мира образования государственные. Это ЛНР и ДНР. То есть вы представляли уже такую государственную миссию. Давайте по порядку я вас приветствую. Что же это за такой Всероссийский фестиваль в Самаре? Добрый день. Эмоций очень много. И я хочу своим рассказом перенести вас в события с 18 по 24 мая, которые проходили в замечательном, теплом, уютном городе Самара. 18 мая в городе Самара стартовал 30-й студенческий фестиваль «Российская студенческая весна-2022». Почему стартовал именно он в этом городе? В этом году вообще было очень знаково и значимо этому мероприятию 30 лет. И 30 лет назад как раз-таки этот студенческий фестиваль начал свою работу в городе Самара. Поэтому знаково, что через 30 лет мы вернулись в тот же город, в город-основание. Вообще хотела бы начать с того, что хотела поблагодарить наше Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики за то, что они оказали содействие для участия нашей делегации в таком масштабном проекте. Это очень здорово. Значит, да, действительно вы сказали, что посетили это мероприятие Донецкая Народная Республика и делегация Луганской Народной Республики. Мы были равноправными, делегация составляла 10 человек и прибыли мы в город Самара. И 18 числа на стадионе «Солидарность» этот стадион был построен как раз-таки для чемпионата по футболу. Численность этого стадиона составляла 40 тысяч. И вообще, в принципе, наша республика принимает уже шестой раз участие в студенческой весне. Вот. Но в этом году был такой вот исторический момент, потому что мы участвовали в параде стран-участников. Нас объявили Луганская Народная Республика. С нами был волонтер, который впереди нас нес знамя нашего государства. Естественно, мы тоже несли наши флаги. И это был настолько волнительный и значимый момент для нас, что потом, после окончания мероприятия, мы с девочками поделились эмоциями. Мы ничего не слышали, как нам аплодировали, как нас поддерживали. И было такое волнение в душе, что мы первые, и мы признанные, и это очень захватывало. Но потом, когда мы уже пересматривали видео, мы действительно видели и слышали, что нас просто этот 40-тысячный стадион искупал в овациях. И очень важны еще были слова поддержки президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, когда было его обращение ко всем участникам студенческой весны 22. Он тоже сказал, что для него это значимо и волнительно, что делегации Донецка и Луганска впервые официально принимают участие в данном мероприятии. И тут уже, знаете, слезки накатились от волнения, отчасти, действительно, да. Вот, это незабываемо, это грандиозное масштабное событие. Организаторы провели все на таком высочайшем уровне, что зарядили нас такой энергией во время открытия, что она на все пять дней проведения этой российской студенческой весны бодрила нас. И затем, после открытия фестиваля, мы принимали участие в работе площадок, которые являются традиционными для российской студенческой весны. Это было хореографическое направление, это было вокальное направление, театральное, оригинальный жанр, мода. И, безусловно, мое самое любимое, это было представление региональных программ субъектов Российской Федерации, где они в творческом формате представляли свой город, свой университет, свой субъект. Вот, это было очень здорово, это было очень интересно. Наша делегация представила участников в жанре вокал. Разрешите, я перечислю, кто у нас был представители университетов, это Луганского государственного университета. Да, у нас были девушки, у нас делегация была женский такой батальон. Вот представители Далевского университета непосредственно, это я, Луганский государственный педагогический университет. Анна Федоровна Сычева, это был руководитель нашей делегации, и студентка университета педагогического представляла свою конкурсную программу. Это были представители Луганского аграрного университета, тоже вокал. Две вокалистки Академии Матусовского, вот, и один участник из Академии внутренних дел имени Дидоренко. Девушки молодые, для них это были впервые такие крупные проекты, где они смогли показать себя тоже восхищением, эмоций очень много. И благодаря участию в таком мероприятии мы понимаем, что нас уже пригласили на следующий год участвовать именно в конкурсной программе. И действительно, я могу заявить, просмотрев вокальное направление, хореографию, что мы можем очень достойно представить нашу республику, и я хочу, чтобы это действительно состоялось. Дмитрий Азаров был губернатор Самарской области, очень много было тех людей, которые нам известны, но вы ничего не сказали про Александра Панайотова, но ладно, мы посмотрим его в клипы и видео потом. Да, ну и много было ведущих там, кстати, если не ошибаюсь, Матч ТВ, там Тимур Скляров ввел. Ну, в общем, там такое очень большое мероприятие. Вы не просто так сказали, что это стадион, который готовился к чемпионату мира, потому что все-таки выходить с флагом на громадном стадионе для любого человека, это просто, ну, как говорится, по-молодежному может так трухануть, что потом в конце дня только поймешь вообще, что произошло. Да, потому что когда тебе говорят город Луганска, ты выходишь, а ты тебе говорят Луганская народная республика, и ты выходишь с флагом, и там тысяч человек на тебя аплодируют, можно просто, в принципе, как говорится, дальше уже и очень сложно перенести эти эмоции в течение дня, потому что, ну, 40 тысяч на тебя смотрят, а ты, наверное, вы как, когда вот флаги отпустили вообще, что почувствовали в этот момент? Такое, я вас возвращаю в это, потому что 40 тысяч на вас смотрят, 40 тысяч людей, и вы говорят Луганская народная республика, и пошли. Вы знаете, Самара, город Самара славится тем, что они производят космические ракеты, и тут можно провести некую, знаете, параллель, да, благодаря самарскому космическому производству, да, Юрий Гагарин смог быть первым человеком в космосе. И вот благодаря российской студенческой весне мы тоже запустили свою ракету, ракету мы, ракету Луганской нашей народной республики, кроме чувства волнения, гордости, и в некоторый такой вот момент, трогательный момент слезы на глазах были, потому что 8 лет мы этого ждали, 8 лет мы хотели заявить, мы и заявляли, и теперь вот так вот на уровне с другими представителями делегации Российской Федерации и стран СНГ. Вот мы к этому как раз и идем. Вот, это было очень, я считаю, это историческим моментом в развитии нашей молодежной политики республики. И сейчас сразу скажу за Панайотова, да, действительно очень было большое... То есть у вас есть фотография с Панайотовым? У меня лично нет. И у меня нет. Хорошо. В принципе их нет, потому что очень было много приглашено крутых российских звезд. После официальных мероприятий вечерних они для нас выступали. Это концерты проходили на площади Куйбышевская. Это одна из самых больших площадей Европы. Ну, это уже как бы... Европа нас не сильно интересует, но факт остается фактом. Ну, крупная, крупная, да. Вот, и каждый вечер там была масштабная программа. Я вообще считаю, что студенческая весна 22-го года подарила праздник не только для студенческой молодежи Российской Федерации, стран СНГ и нас, а вообще в принципе для всего города и всей Самарской области. И вот вы затронули то, что у нас была проведена встреча с губернатором Самарской области. Эта встреча была запланирована для представителей делегаций Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Безусловно, обе делегации поблагодарили Дмитрия Азарова за организацию такого масштабного мероприятия, за то, что нам уделили особое внимание на протяжении всего нашего периода пребывания в городе Самара. У нас было запланировано очень много экскурсий по городу, к нам было пристальное внимание в поселении, в питании, в общем, во всех и таких тонких моментах. Я вас сейчас на 360 градусов сразу разверну, для того, чтобы было понимание, для чего нужно быть участником, ну, вы-то об этом знаете, но скорее разверну наших телезрителей и радиослушателей, для чего нужно быть участником подобных мероприятий. Помимо того, что это все очень, так по-молодежному скажу, круто, зрелищно, если когда-нибудь возникнет вопрос о организации подобного мероприятия в ЛНР, то только те люди, которые видели своими глазами изнутри смогут это сделать. Я работал на подобных мероприятиях и могу сказать, что вплоть до, вот это классическое слово, да многие понимают, вплоть до тайминга там по времени, кто когда должен выйти, и кто, конечно, должен там сделать, и как должно быть там, кто он должен быть на сцене и в зале, это колоссальная работа, когда масштабы тысяч человек. То есть там все настолько, все распределено, и опыт подобных мероприятий, он всегда ложится на ту территорию, на тот регион, который это принимает. То есть, конечно же, есть системы управления, которые этим, как Олимпиада, чемпионаты мира занимаются этим профессионально, но вот как раз активная молодежь, волонтеры, это все эти люди, которые организуют. Просто вы прекрасно знаете, не не вам рассказывать, когда делегация состоит из тысяч человек. От бытовых проблем, например, до того, чтобы найти этот бейдж, для того, чтобы попасть куда-нибудь, но это все должно быть работать как часы, без сбоя. И участие в подобных мероприятиях позволяет по-другому увидеть и понять, как это все организуется. Ну, давайте каждый представить себе 10 человек, 100 человек, 1000 человек, а давайте представить себе 10 тысяч человек или 40 тысяч человек, которые должны быть одновременно, быть в этом месте, и у каждого должен быть флаг, у каждого должен быть бейдж, у каждого должен знать, что он должен делать и куда он пойдет. Общее количество участников 5 тысяч. А, 5 тысяч, ну я просто стадион 40 тысяч, но 5 тысяч, да, 5 тысяч. И за ним нужно проследить, помочь, решить все вопросы, начиная с трансфера и действительно о потере бейджа. Хотя бейдж нам сказали, если вы потеряете, то это будет очень проблемно. Да, потому что система безопасности. Система безопасности, это тоже было особое внимание. И вот как раз-таки я еще хотела сказать, что с нами были представители и общественного движения «Мир Луганщины», и представители, координаторы реализации государственной молодежной политики. То есть мне тоже было очень интересно поехать и посмотреть, потому что мы тоже будем запускать. Уже у нас был пилотный проект в республике «Студенческая весна», да, но в связи с событием немного пришлось приостановить. Да, мы поехали, посмотрели, безусловно, мы общались с коллегами, которые были техническими организаторами. Очень для себя много увидели, очень много для себя подчеркнули. Да, это, конечно, не тот масштаб, но я думаю, что в скорейшем будущем, когда наступит у нас мир, мы обязательно будем проводить подобные мероприятия, отборочные у себя по университетам, а в дальнейшем уже это будет как бы республика. Ну, у нас есть еще время, не могу не спросить про Самару, городок, потому что я там не был. Там же великолепное место, там водохранилище крупнейшее, вот, его видно, вот, Саратовское, кажется, называется. Ну, это очень интересно нам рассказали. Ну, конечно, Самара – это поволжье, и когда мы увидели Волгу, у всех одновременно была мысль, что Волга – это мощь. Это просто, когда мы гуляли… Но не машина. Да, и когда мы гуляли по набережной, как раз-таки очень было правильно, у организаторов построены образовательные площадки Росмолодежи, Министерство науки и высшего образования, арт-площадки, другие, другого направления. Это были огромные шатры, которые были построены вдоль набережной, и очень хорошо, что это были теплые шатры. Единственное, что нас не радовало – это холодная погода, но атмосфера согревала. Очень много, повторюсь, уже было экскурсий. Вот мы побывали в бункере Сталина. Мы даже смогли… Вы так открыто, спокойно говорите, мы побывали… Это уже рассекреченное место. Вечерно, да, в конце 80-х, начало 90-х, как раз-таки с распадом Советского Союза рассекретили этот объект, и он как музейный теперь. Вот, это было для нас очень интересно. Мы прекрасно увидели архитектуру Самарского академического театра, балета и оперы. Это неподражаемое архитектурное произведение. И сам город очень красивый, он современный, но в тот же момент у него есть изюминка. Мы проезжаем новые постройки, многоэтажки, и следующий дом – это по улице Дворянская, это дворы еще из дерева, где так вот красиво все вырезано, и там люди живут. То есть именно вот этот Самара городок, которым поется, где там женщина беспокойная, это вот как раз… Да, купеческий, старый купеческий город, логистика тоже очень интересная. Вот такой вопрос, потому что мы все-таки говорим о том, что Россия, она разная, нужно понимать, что Самара там миллионник, кстати, миллионник, город-миллионник. И Самара тот город, который, как вы сказали, современный город. Потому что наши оппоненты все время говорят, что Россия – это вот такая несовременная совершенно страна, и там вообще ничего нет. Но если посмотреть на территорию Российской Федерации, как раз посмотреть на города-миллионники, они все разные, но каждый из них по-своему развивается. Но вот это словосочетание «современный город» – это подходит под категорию Самары? Потому что современный город-миллионник – это то, к чему, надеюсь, и должны стремиться жители нашего города. Потому что рано или поздно, на мой взгляд, мы должны выходить на миллион. Если мы говорим о большом развитии, когда уже закончится специальная военная операция, то город Луганск может стать, как столица, миллионником. Для этого есть потенциал. Но развитие города – это всегда непросто. Но Самара – это современный город? Самара – это город, который входит в пятерку самых развитых городов Российской Федерации. Это современный город с достаточно серьезной инфраструктурой. У нас были возможности пообщаться с обычными горожанами, с жителями этого города. Это были сами волонтеры, которые работали с нами. Они массу нам рассказали положительных моментов о своем городе. Мое мнение, мое впечатление – я влюбилась в этот город, и я объясню, почему. Если задаться целью и посмотреть вид Самарской области, то она имеет форму сердца. Это действительно так, вытянутого сердечка. Поэтому и главный девиз был российской студенческой весны 2022 – в самое сердце. А Самара получается, если посмотреть, она как раз получается в центре, потому что там водохранилище, Волга, и получается Самара в самом сердце. Поэтому в самое сердце. То есть здесь очень организаторы подумали над таким вот… Но я вам приоткрою тайну, пока нас никто не слышит и не видит. У нас тоже в городе есть сердце. Но если вы посмотрите с высоты, то когда вы видите эстакаду, наша эстакада возле Шестакада, она тоже выглядит в форме сердца. Но никому об этом не говорите. Никому не говорите. Мы возвращаемся к тому, что города-миллионники возрождаются в той новой форме. Потому что Россия, и многие говорят, в ближайшее время это развитие получит для следующих поколений, для молодежи. И качественное изменение жизни в городе, в миллионниках, во многих городах – это тоже очень важно. И тут есть еще один опыт, например. Потому что там вокруг Самары колоссальная получается агломерация. То есть очень много есть таких вот параллелей, которые связаны с Донбассом. Вокруг Луганска и в Донецке, кстати, колоссальная агломерация. Если мы посмотрим на юг ЛНР, то это же она колоссальная агломерация. И тут важно еще брать такой опыт для проведения мероприятий, для проведения многих таких вещей, которые связаны с нашей жизнью. Тут такой опыт, как говорится, всесторонний, для того, чтобы понять, как развиваются. Нужно брать всегда лучшее и переносить к себе домой, чтобы это все работало. Ну вот здесь еще очень важно отметить, что в Самарской области, если взять все университеты по направлениям, то наибольшее количество – это как раз-таки вузы технического направления. Потому что очень много промышленных объектов. То, что вы сказали, ракетные. Как раз, да, если мы берем всю Самарскую область и общаясь с самими студентами Самары, они говорят, что они могут с уверенностью смотреть свое будущее, потому что они будут обеспечены работой на том или ином промышленном объекте. И это не может не радовать, потому что если молодой человек, молодой специалист уверен в своем будущем, и он знает, где он будет строить его, то это дорогого стоит. Ну мы же с вами представляем Далевский вуз, но вы работаете, а я в прошлом. Это же фундаментально, это тот вуз, который технический, то есть он образовывался как технический вуз. И очень тоже много таких переплетений есть судьбоносных в нашем вузе, потому что, ну, конечно, было определенное время, где было довольно много гуманитарных предметов, но базово он развивался как технический вуз, то есть готовили инженеров. А я посмотрел, кстати, это ракетно-космический центр «Прогресс». Завод «Прогресс» — это вот эта ракета «Прогресс», которую мы знаем. Это вот как раз и тут. Как раз очень интересный музей в Самаре, посвященный, так сказать, нашему Роскосмосу. Вот прекрасные экскурсоводы, которые перенесли нас в те такие события, в ситуации создания элементов для как раз-таки ракеты. То есть вы видели настоящие элементы для ракеты, получается так? Да, да. Это тоже секретная информация, но мы показали. Ну, ничего. Кстати, вообще много чего мы можем называть секретным, ведь Самара — это был город очень важный в период Великой Отечественной войны, потому что именно туда планировалось перенесение столицы на случай наступления города Москвы. И поэтому там создавалось очень много объектов, которые могли бы, так сказать, поддерживать существование Советского Союза в период военных событий, если с Москвой что-то могло произойти. Да, из Самара город трудовой доблести, поэтому город... Да, который известен своими самолетами Ил, которые как раз-таки... Вообще, Самару называют столицей тружеников тыла. Да. Вот, потому что в период военных событий Великой Отечественной войны это были колоссальные. Дарьяна Савельевна, видите, как получается? Вы теперь экскурсовод, который может даже в Самаре говорить, как что происходит в Самаре. Но великолепный город, спасибо большое. Наши представители Луганской Народной Республики были участниками Всероссийского фестиваля в Самаре, Российская студенческая весна. В нашей студии была Дарина Сергеевна Черепаха, депутат молодежного парламента Луганской Народной Республики. Спасибо большое. Сейчас сделаем паузу и продолжим.